В минувшую пятницу из экспедиции вернулись сотрудники Лабытнанского краеведческого музея. Четыре дня они провели в горах Полярного Урала. Целью поездки стало обследование и знакомство с Харбейским молебденитовым месторождением. С какими впечатлениями они вернулись домой, расскажет Виктория Кузьменко. Четыре дня сотрудники городского краеведческого музея провели в горах Полярного Урала. Экспедиция была организована на Харбейский рудник, который был основан в 1947 году. Сотрудникам хотелось поближе познакомиться с временами сталинской эпохи. Вот здесь мы с вами в прожилках явно видим молебден, который находится здесь. То есть вот этот серенький? Да, это серенький блестящий здесь, видите, в таких прожилках. Нам очень хотелось, конечно же, посмотреть, что же такое Харбейский рудник, потому что по тому времени, на 1948 год, это было достаточно технологически освоенное, и современное, привезено современное оборудование. Это горно-обогатительная фабрика, это шахты, это большой поселок, в котором проживали люди. Месторождение было открыто в далекие 40-е годы. Стране не хватало молебдена. Добычей занимались в основном заключенные ГУЛАГа. На месте месторождения был основан лагерь, и до сих пор там остались бараки, шахты, вышки. Самый большой интерес у сотрудников музея, конечно, вызвала обогатительная фабрика. Спустя много лет фабрика была разрушена, но металлические механизмы остались на месте и сохранились до сегодняшнего дня. Они и пополнили музейный фонд города. Привезли мы более 30 экспонатов. Для нас они очень дороги, хотя, наверное, если бы мы поехали раньше, собрали гораздо больше. Но, тем не менее, впечатление, конечно, в первую очередь от красоты самих гор, от того, что приходилось испытать рабочим, несмотря на тяжесть труда, они находились вокруг такой красоты. После поездки на Харбейское молебдонитовое месторождение сотрудников музея переполняют эмоции. Им удалось окунуться в атмосферу того времени, увидеть и потрогать все собственными руками. Виктория Кузьменко, Максим Мячин. Программа «Время местное». Продолжение следует...